Продюсерский центр Чиз Здравствуйте! Сегодня в программе Академик Келдыш проникает в сокровенные тайны природы Борис и еда с новейшим кулинарным рецептом Неугомонный Олимпийский комитет придумал очередной новый вид спорта Спортивные понты Об этих и некоторых других событиях мы и поговорим в этом выпуске программы «Не время» Как нам стало недавно известно, советская наука достигла новых высот Вчера группой ученых под руководством академика Келдыша На секретном полигоне в районе космодрома Писецк Был впервые испытан в полевых условиях оргазм Лаборанты чувствуют себя... Эй! Эй! Очнись! Эй! Мы в эфире! Мы в эфире! Что же будет? Что же будет? Эй! Очнись! О! Эй! Эй! Очнись! Упс! Давайте сюжет Добрый день! Буквально только что группа ученых завершила очередное испытание оргазма в полевых условиях И теперь, по установившейся традиции, ученые расслабляются в сладостной стоме Пользуясь случаем, мы обратились к академику Келдышу с просьбой разъяснить советским гражданам необходимость и смысл оргазма Деточка, давайте с вами договоримся, знаете о чем? Чтобы не гнилить Господа Бога и Господь цензорем, да? Давайте в будущем термин оргазм заменять термином это самое Так, скажите, а зачем это? Ну ради чего все эти эксперименты? Ну понимаете, девочка, во-первых, это наш ответ на введение американцами ракет в некоторой горячей точке, так? А во-вторых, мы это делаем, чтобы обеспечить счастливый сон наших советских граждан и гражданок Скажите, а как ваше открытие выглядит в жизни? Ну иными словами, опишите физическую картину вашего явления Охотно, охотно, дедочка, охотно При взаимодействии двух тел образуется критическая масса Затем за этим наступает такая неуправляемая, такая цепная реакция Да, вроде того, вроде того, примерно Затем, собственно, наступает оргазм Это самое, это самое Ну скажите, ну а как оно выглядит? Вы знаете, дедочка, это можно описать, как такую горчайшую вспышку, такую Что вы говорите? Затем по телу проходит волна Да Приятно, но интересно Эта волна причиняет значительные разрушения постельному белью Да, и мебель Иногда, иногда, если сила оргазма Этого самого, дедочка Этого самого, достигает 10 мегастонов В близлежащих домах могут вылетать стекла Были такие случаи с соседями Любопытно, любопытно, скажите, а можно ли это самое для меня как оружие? Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Я говорю, что мы уже создали проект «Новый сверхмощный секс-бомбы». Что вы говорите? Я говорю, что мы уже создали проект «Новый сверхмощный секс-бомбы». Что вы говорите? Вот примерно столько же продолжался оргазм у моего соседа. Но мы его спасли. Да. Любовь, да. Но всё-таки, а если США опередят нас? Фигня, фигня, полный бред. Мы уже разработали методики защиты от этого явления и даже испробовали их для солдаток добровольцев. Что ж, давайте поделимся этими секретами с нашими зрителями. Тогда микрофон уберите. Секрет. При первых предъявлений оргазма, этого самого, необходимо лечь ножками к нему эпицентру. Если вы не успели это проделать, следует немедленно пресечь все возможные рецидивы. Бутылка водки, упукавца, чеснок, помогает как от вампиров, так и от оргазма. Ну, от этого самого. Лучшее средство. И для того, чтобы пресечь до корню также любой потенциальный оргазм. А что я скажу? Ну, сам. Ах, оргазм, да, это сам. Сам, да. То есть, можно считать, что в СССР все надежно защищены. Вот здесь вот нет, вот здесь не все, неточка, так оптимистично. Не все, да. Нет постоянной базы, так, для испытаний. Нет денег на шампанское, неточка, на букеты. Так что, по сравнению с соединенными штатами, особенно в таких параметрах, как мощность, количество и скорость достижения оргазма этого самого. Мы значительно отстаем. Отстаем, как всегда. Тем более, в США спроектирован и опробован многократный это самое. Товарищ Келдыш, там оргазм! С-с-с-с-с! Это самое. Ну да, там это самое, оргазм срывается! Извините, неточка, пора бежать. Держите, это вам. Как говорится, пора переходить На ручное управление процессом. Ну, удачи вам, удачи. Ну, ну что же. Ну что же, пока руководство страны гоняет Келдыша по всем секретным точкам, говорить о том, что СССР защищен от оргазма этого самого, еще это время. Получилось, получилось. Спасибо, товарищ Келдыш. Да что там? Эй, эй. Мы в эфире. Эй, очнись. Вставай. Вставай. Чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу. Мы в эфире. Потерпи, потерпи. Давайте другую новость. Доброй безломной ночи всем любителям вкусной бесплатной еды А в особенности мои дорогие Гурманы-автолюбители Сегодня я расскажу вам, как приготовить Коктейль-отвертка Однако перед началом приготовления необходимо Проверить развал хождения соседей Если соседи уже сошлись домой И развалились на диванах То можно, пожалуй, начинать Основными ингредиентами этого блюда Является сладкий шипучий напиток И горячительная типа водки Вот она Если у вас под рукой случайно не оказалось водки Или вам просто жаль использовать ее для такой гадости Не расстраивайтесь, не расстраивайтесь Вместо водки можно использовать обычный бензин В крайнем случае можно одолжить у соседей немного самогона Благо по вкусовым качествам он ничуть не уступает бензину Кстати, слово бензин пришло в Украину из России В обмен на слово буряк, черноморский флот и 5 миллионов долларов Теперь открываем бутылку Для открытия бутылки шипучим напитком нам понадобится ключ на 12 персов Если при открытии бутылки вы почувствуете запах газа Тут же звоните 04 Теперь сливаем оба ингредиента в один стакан Берем отвертку И перемешиваем по часовой стрелке порядка двух часов Еще одну минуточку Теперь, когда основная часть коктейля готова Необходимо добавить самую важную деталь Лимончик Но поскольку лимон и мой сосед дядя Коля запирают в ящике на ключ То тут нам в очередной раз и понадобится отвертка В которой мы вскроем ящик дяди Коля А вот и он Наш любимый и так нужный нам лимончик Надрезаем И помещаем его на стаканчик Теперь Употреблять содержимое необходимо через дюралевую трубочку диаметром 12 миллиметров Советую сначала потренироваться Потому что делать это надо очень быстро Пока трубочка не растворилась в содержимом Этот коктейль может сделать незабываемым любой романтический ужин при свечах Однако помните, что в ужине при свечах есть одна удивительная особенность Вилку нужно держать в левой руке, а свечу вправо Ну что ж, коктейль готов к употреблению Осталось только произнести оптимистичный тост Ну например Пусть наше будущее будет таким же радужным, как пленка в этом стакане Приятного аппетита Потерпи, дорогой, потерпи Сейчас, сейчас будет хорошо Сейчас, сейчас, сейчас Извините Извините Вот так Сейчас, 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 дорогой Сейчас Так, давай, давай, давай Вот так Вот так, вот так, вот так Давай, давай, давай Сейчас, сейчас, сейчас Сам, сам, сам Так, вот так Так, все, все, все Молодец Так, сейчас Ну, давайте спорт или что-нибудь другое, ну, придумайте что-нибудь, ну, спорт давайте. Здравствуйте, всем, кто смотрит нас не в первый раз, напоминаем, что Олимпийский комитет решил, что все на свете можно делать сильнее, выше и быстрее. И сегодня у нас в гостях лучший понтовщик страны, Сергей Крутой. Ой! Сергей! Здравствуйте. Спасибо, Арнольд, ты свободен. I'll be back. А-а-а, это вы, Сергей! Сергей, каковы же правила этого нового вида спорта? Ну, главное идти на саг вперед с соперником. Вот, например, когда мой товарищ купил себе виллу, хе-хе, я купил себе девятиэтажный дом. Когда он купил машину, я купил яхту, а потом он купил себе самолет и улетел. А-а-а, получается, он вас обставил? Ха, обставил. Не тут-то было, я скупил все аэропорты, теперь вот взу, когда у него в воздухе горючее закончится. Ха-ха-ха, а может быть чайку? Чайку? Хе, низкий класс! Вот, хе, я пью только коньяк, французский, выдержка 150 лет, только что из погреба. Из погреба? А я тоже консервацию люблю. Ну, тогда, может, закурите? Что? Хе, десовка! Хе, а можно и мне одну? Да, пожалуйста, бери всю пачку. Спасибо. Да, что там, да и зазывалку забирай. Одной больше, одной меньше. А это вот что? А мне подарили! Все нормально, все нормально, Анноль, все нормально. Спасибо. Извините, я просто под сигнализацией. А вы не могли бы почаще смотреть на камеру? У нас все-таки эфир. Это ты называешь камерой? Вот, вот эта камера, японская, с плоским объективом и мини-кассетой. Я, конечно, понимаю, но у нас передача на канале Интер, между прочим. Слыхали про такое? Хе, конечно! Я же все каналы скупил. Ой, извините. Алло, алло, кто? Ирф? Э, да не, Костян, нет, не могу. Нет, звони позы. Ага. Хе, кстати, все, смотри, последняя модель. Секунда разговора 10 долларов. А, кстати, сколько мы уже с вами разговариваем? Минут 5, наверное. Да ладно тебе, хе, деньги, это мусор. Вот, смотри, хе. Ох, ты. Э, я бы, наверное, так не смог. Чего не смог? Пожалуйста, что тут мочится? Хе, вот берет и поджигает. Хе, пустяки, это запросто. Это есть ваше главное достижение? Не, достижение в другом. Вот, недавно себе часы купил, тоже японские, с кукуской. Кукуская каждый час кричит бонзай и делает себе харакиви. Бонзай! О, уже и бонзай скричала. Извини, старичек, мне пора. Хе, вертолет за мной пролетел. Да, но у нас же остались еще две минуты эфира. Я не могу вас так просто отпустить. Ты мне надоел, сейчас. Алло? Папа, встретимся с вами под угрозой срыва. Да, некий, как тебя? Руслан Масяк. Руслан Масяк пытается силу удержать меня на съемках передачи своей, да. Ага, сейчас с вами будет разговаривать. Кто? Папа. Алло, ведущий дневника Олимпиады Руслан... Да? Понял, господин президент. Но я действовал строго по прав... А, твое! Что вы делаете? Ой, слава богу. Ну что, с ума сошли? За камеру, быстро, работать! Работать! Это... Какой ужас! Итак, сегодня в программе. Академик... Келдыш проникает в сокровенные тайны природы. Борис Инга сновился в коммунарный рецепт. Неугомонный ревнинский колитет придумал очередной на улицке в спортивные фонты. Обратить в некоторых других событиях, мы их не говорим в этом выпуске, когда мы перемеем.